Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция это позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию. Не нужно сегодня сосредотачивать такую власть у одного человека в руках. Это не середина 90-х, когда катастрофа была, вы помните. Никто не знал, что делать и куда идти. Был риск, да, отдать одному человеку такую конституцию в руки. Но вроде мы ничего там сверх вредного для народа не сотворили, а создали государство. И вот нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будто у меня, у кого, неважно у кого, у будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция, а не потому, что эта конституция нужна Лукашенко. Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не у Лукашенко, а вопрос сохранения стабильности в нашей стране. И в этой сложной ситуации, вы все будете на послании президента народу и парламенту, которое, я полагаю, в январе, там мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперед. Страна должна развиваться. Чего бы нам не стоило. Нам спокойной жизни не будет. Но и успокоиться, сидя, и ныть, плакать о том, что вот нас душат, нам бы выстоять и так далее, это не наш подход. Поэтому, подбирая людей, анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 30-х годах. Оно не так было, как пишут сейчас. Но, тем не менее, махнули косой и неважно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб, белые, красные, и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться. Людей, которые являются нашими противниками. Не то, что думают иначе, а противниками. Их всегда, вы же знаете, у нас было около 10%. Да, мы с ними, может быть, слабо работали и так далее. У них появились дети. Не все они предатели и вредители. Многие ребята там, девчонки, оппозиционеров, ну, имеют свою точку зрения, возможно. Но они работают в стране. Поэтому надо очень аккуратными быть. Но и самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер? Пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер. А это власть. Ты в оппозиции к власти. Высказывай свою точку зрения. Люди просвещенные. Если я сейчас задам вопрос, перечислите по пунктам, чего хотят наши оппозиционеры. Ну, кто-то, может, один-два пункта назовут и все. А мы ведь говорили. Помните, разрыв Союза с Россией, приглашение сюда НАТО, церковь переформатировать, русский язык запретить и так далее. Они это прячут сейчас. Это им невыгодно, потому что, как показывают эти социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим. А к власти прийти же надо как-то. Борются против этой конституции. Слушай, а что вы боретесь? Ну, не проголосуют народный референдум из-за изменения в конституции. Останется эта конституция? Останется так, как есть. Поэтому чего хотят? Вернуться к конституции аж 1994 года. Они как-то притихли. Теперь опять говорят, 1994 года, когда было безвремение, когда, в общем-то, никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели. И западники поддерживают. Да, вернемся. Будет хаос небольшой, но поделим собственность. А потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко. Вот такой круг они хотят совершить. Но это надо ручка. У нас это не пройдет.